Блогерам нравится сравнивать себя с главными героями игр, переживать их эмоции и ставить себя на место персонажа. Даже с второстепенными персонажами у меня все плохо получилось в итоге. Да, именно у Лехи, а не Геральта. И так явно играли многие. Но одно дело быть блогером, который играет, а другое, которым играют. Ты наверняка уже натыкался на ролики от российских и западных ютуберов, где главным персонажем выступал сам контент-мейкер. Идеально, конечно, не получилось, но если смотреть вперед, то есть прямо, это прям я. Подобный формат настолько заходит подписчикам, что они сами могут создать виртуальную копию любимых блогеров. Ну а некоторые проекты выходят сразу с прототипом автора. В общем, добро пожаловать на Телблок.нет. И сегодня ты узнаешь, какие ютуберы попали в игры после небольшой рекламы. 100 заболевших коронавирус. Коронавирус зафиксирован во всех. Терпение моё лопнуло. А это вам. Ну наконец-то. Купи телевизор БиКью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Начнем с любительских игровых модификаций, которые видны только тому, кто установил патч. Другие геймеры хоть и не замечают изменений, но играть становится веселее. Блогер Депозит решил полностью заменить текстуру агента Мельник из CSGO на маскоты собственного канала. Получилось неплохо. Конечно, если ты в курсе, талисман Депозита – мужик с желтым кубом на голове. Знаете, у моего канала есть маскот. Он стоит на аватарке, иногда флексит в конце видео, и вообще он толковый парень. Именно его я прямо сейчас буду добавлять в Counter-Strike. У Valve довольно продуманная командная строка и широкие возможности кастомизации. Если иметь базовые представления о подмене файлов, то на частных серверах ты даже сможешь бегать собственными скинами. Ну, или агентами, как Депозит. Поскольку у Тохи все в порядке с руками, он еще и озвучку персонажа под себя переделал. Задумка сама по себе классная. Наверняка ее подхватит кто-то из наших подписчиков и начнет создавать собственных агентов. Жаль только, что Гейб не позволит просто так выпустить кастомных персонажей в большое плавание. Он же только новую операцию создал, где очередной набор пикселей обойдется геймерам по 10-20 баксов. Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому. В любом случае, респект Депозиту за то, что не поленился и создал персонажа, которым можно развлекать подписчиков собственного ютуб-канала. А вот Манурин решил увековечить себя собственным аватаром на одном из RP-серверов по GTA 5. Теперь нам нужно создать мощного, хорошего армянина, понимаешь? Нельзя сказать, что GTA Online может похвастаться настолько же продвинутым редактором, как Fallout 4 или Soul Calibur 6. Но упороться на часик-полтора можно. Чем Манурин и занялся, делая акцент на главной черте своего лица. Ширина носа. Так, нос это самое важное для нас. Потому что чем больше нос, тем больше ху... Получилось настолько аутентично, что удивилась даже жена блогера. Ооо, в профиль вообще копия. Брэ. Вот так создаешь армянина, а потом играешь в симулятор лиц кавказской национальности на территории Великой Необъятной. Футбольные симуляторы — это рай для геймеров, которые хотят видеть свои виртуальные воплощения рядом с Роналду, Месси, Суаресом и Рамосом. Не только Акул додумался выложить на канале ролик собственным прототипом, который ему забабахал подписчик. Все по-другому. Ооо, какой перехват! 1-0! Это первый гол Акула. Макс Иванион тоже не упустил возможность потрясти на виртуальном футбольном поле остатками виртуальной бороды. Я не знаю, правда, почему, но здесь нет нормальной бороды. Сходство тоже на троечку, но некоторые моменты Максим постарался отобразить более-менее достоверно. У нас рост метр девяносто три, как у меня, и вес девяносто два, как у меня. Футболист из меня, конечно, тот еще, но двухмерный мужик на поле с весом под центнер вряд ли способен носиться по газону, как гепарта устраивать скоростные забеги в попытке перехватить мяч на поле. Контратаку нам, конечно, пейса яро не хватает. Да, головой бы! Ну где прыжочек, дядь? Ха, какой я деревян. Да и тормозить при разгоне с такой инерцией неудобно. Зато FIFA 19 можно плевать на законы физики, хотя чаще плюют на логику. Так, это мой мяч? Каким образом это? Как это? Почему эта игра сделала, что это не мой? Вы это видели вообще? Тут можно, конечно, вспомнить ютуберов-майнкрафтеров, которые создают похожие на себя аватары в Майне, но по факту они получаются нифига не похожими. А вот ютуберы в качестве главных персонажей мобильных кликеров и раннеров, это уже интереснее. Чтобы подобный проект выстрелил и получил хоть какую-то популярность, аудитория и степень лояльности к блогеру должна быть чудовищной. Пока я видел только игры от Ивангая и бумаги. И то, посмотри на количество подписчиков Рудского и количество загрузок на Android. Платформер, по правде говоря, получился так себе. Если б не название OneGuyRun и фирменные фишечки Ивангая, включая его любовь к головным уборам, я бы воспринял проект как очередную дешманскую поделку на коленке, которых в Google Play более 90%. Наверное, по этому игру даже в App Store не выпустили. Игра пока что есть только на Android, но в скором времени ждите и на Apple. Я даже попытался скачать это поделие и побегать за отъезжающим автобусом. Но управление реализовано очень криво. Виртуальный Иваня медленный, график и сочетание цветов вообще глаза выедают. Если это максимум дизайнерских способностей Ивангая, то он явно не любит своих подписчиков. В то время как я занимался прорисовкой текстур и 3D-моделей для этой игры. Если бы он отдал работу на аутсорс какой-нибудь команде фрилансеров, и то получилось бы интереснее. От человека с многолетним геймерским опытом явно ожидаешь чего-нибудь уровнем повыше. Как ни странно, Владу бумаги это частично удалось, но лишь со второй попытки. Его дебютный проект «Пол. Эта лава» даже игрой назвать сложно. Единственное, что отличает игру от миллиона ноунеймов, гигантское количество неуместного мерча, ссылка на магазин и, само собой, Ламба Влада, которую он пиарит чуть ли не в каждом видосе. Геймплей однокнопочный, а вседействие сводится к тому, чтобы не упасть на пол, когда он превращается в лаву. Но и монетки с различными бонусами собирать надо, как в лучших традициях раннеров. Это шедевр! И тем не менее, более миллиона установок на Android в App Store можем ориентироваться лишь по комментариям и общей оценке проекта. Если пройти по ссылке разработчика, указанного в описании игры, можно увидеть еще несколько подобных поделок, рассчитанных на аудиторию Влада бумаги. Тут, как говорится, каждому свое. Выделим разве что головоломки, потому как это довольно популярный продукт в Google Play, хоть и не влещет оригинальностью. Пару лет назад подобным были завалены все магазины приложений. Зарешала даже неузнаваемость А4, а популярность головоломок в принципе. Они ненапряжные и заставляют залипнуть на пару-тройку вечеров. Большинство скачавших, наверное, даже понятия не имеют, что это за парень с белой шевелюрой появляется в некоторых уровнях. Хотя этот голос, который озвучивает комментарии в игре, наверняка слышали сотни тысяч человек. На Android-игру скачали более пяти миллионов пользователей, что можно назвать очень даже неплохим показателем. Последняя и самая популярная игра от бумаги «Убеги от хейтеров», которую установили один миллион раз. Парень, как оказалось, отлично знает, что такое самая ирония. Но он смог не только хайпануть в очередном платформере, но и вогнать кучу доната, сделав себя любимого самым главным и дорогим персонажем. Хочешь посмотреть, как бумаги наваливают хейтеры? Плати 4 бакса или открывай всех героев в игре. Кто это? Кто это? Как посмотреть все это дело? А, это все закрыто. Вот мы можем только выбрать. Чтобы побить виртуального аватара, вернее, попытаться удрать от недоброжелателей, Влада надо сначала купить. Гениально. Вынуждены разочаровать тех, кто ждал известных блогеров в каких-то масштабных играх от известных разработчиков. Пока владельцы YouTube-каналов могут похвастаться разве что озвучкой персонажей в громких проектах. Хотя и это можно назвать достижением. Напиши в комментариях, где еще ты слышал этот голос. Не хотим спойлерить. Хотя сам автор уже неоднократно хвастался работой в своих официальных аккаунтах. Можно Тедди? Залезай. Поболтаем. И хоть озвучка не совсем вяжется с темой нашего ролика, но упомянуть об этом все равно не помешает. Вдруг кто-то теперь начнет более внимательно вслушиваться в фильмы или игры, которые уже неоднократно проходил. Хотя бы по этой причине. Такое придумали. Ну, я думаю, тебе понравится. В общем, хочешь ли ты озвучить в Ведьмаке три троля? Ну, и здесь я тоже не смог ничего ответить. Просто заржал. Потому что на тот момент я вообще еще и унысый был. Но тестация, в общем, была достаточно забавная. Мы не можем не упомянуть и западных блогеров, которые тоже неоднократно мелькали в различных инди-играх. Например, Пьюдипа или Джек Септикай. Им тоже досталась минута славы внутри игры. И выглядела она куда лучше отечественных мобильных поделок. Если сегодняшний ролик зайдет, то мы обязательно выпустим вторую часть, в которой уделим внимание успехам иностранных авторов. А как ты относишься к подобному творчеству ютубера? Пускай пилят игры или лучше им ограничиваться видеоконтентом? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте и Телеграм-канал, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим опросы по новым темам и орем над угарными мемчиками.